Добрый день! Сегодня у нас третья встреча. По тому мониторию, который предоставил мне Сергей Абутков, еще раз могу повторить. Схем по культурологии было прислано 37 штук. И, соответственно, я их открыл, осенотел и свое мнение рассказал, нужно ли его повторять, или не нужно. Но давайте напомним. В принципе, все схемы, которые есть, они лежат в секторе между двумя вариантами. Вариант первый. Когда человек взял текст и копипастом очень добросовестно составил схему. То есть он смотрел текст, вставлял в трогу, вставлял в трогу. Получилась красивая, хорошая схема. Есть такой вариант, когда человек то же самое делал, но это он делал по памяти. Он даже некоторым подразделам дал собственные, как это он понял. В чем разница между этими вариантами? Наша задача – сформировать навык, тот, который система образования не сформировала. Для этого нужно, чтобы они могли эту информацию воспроизводить без тренажера. Поэтому, как вариант схемы, когда вы сами по памяти, по луту вспомнили, что читали, говорили что-то, это говорит о том, что у вас в психике появляется автоматизм. Этот автоматизм вы потом в течение жизни начнете использовать. Ну и, соответственно, чем быстрее у вас эти автоматизмы образовываются, тем вы станете более адекватными и совершенно по-другому, как и на генерале. То есть жизнь изменится. Поэтому цель – перестроить свою психику. Так вот, много есть разных интересных источников и книг, но у них одно единственное с точки зрения нашей ситуации – достоинства. Они информируют, но они не занимаются тем, что формируют навык. Вы вспомните школу. В школе вас заставляли повторять на память. Один раз, другой раз. Так решать, так решать. В разных ситуациях. То есть вы долго и упорно повторяли одну и тот же мысль информации, обрабатывали во всех мысленных ситуациях. В результате у вас сформировался алгоритм. Как с ним работать? Этот алгоритм превращался в автоматизм. И когда вы в жизни сталкиваетесь с информацией на плохо, вы портим автоматизмом, как по рельсам решаете эту жизненную ситуацию. Естественно, чем навык доведен до работающего совершенства, тем вы это делаете эффективно. Почему? Чтобы в спортзале доводят все до автоматизма, чтобы человек работал на инстинкте. Потому что когда в темпе реальной жизни он становится быстрее, а раз быстрее, значит сильнее. Поэтому первый вариант, когда вы делаете очень качественную схему, она нужна только для одного, чтобы кому-то что-то показать или показать. Если бы там лексические формулы выверены, то есть там ошибку найти, ну, по крайней мере, пока никто не смог. И вероятность, что так и будет продолжаться дальше, она существует. Понятно, что ваша схема, она может быть более, ну, корявым языком нужна, какие-то неточности, но это то, что у вас есть в психике. Это то, ради чего он себя пишет. Не старый, переставит быть психикой. Это понятно. Из фрагментов пришло три схемы, поэтому я сделаю пока нечего, не буду ничего говорить. На что хочу обратить внимание. Значит, вот первые три занятия, они были попроще. Они самые короткие, самые маленькие по объему. Это сделано специально для того, чтобы вы потихонечку вошли в режим работы, обрели понимание того, что вы делаете. Следующая встреча у нас стоит в диалоге. Там объем информации возрастает практически в два раза. Глава биологии разбита на две части. Общая биология и биология человека. Мы отдельно будем проводить общую биологию, через две недели биология человека. И я хочу обратить внимание, что там начинаются уже сложности, поскольку понимание того, что там рассказывается, у всех будет разнообразно. А наша задача – идти к единому миру понимания, чтобы мы могли становиться обеспечиватными. Поэтому вот там мы понимаем, с кем мы все-таки лучше рисовать по памяти. Это намного вам облегчит дальнейшее понимание материала. Какие еще вопросы? Если вопросов нет, то тем на сегодняшней встрече форигменты реально случился от прошлого. Почему выбрано именно такое название? Потому что мы живем и знаем о прошлом из, как правило, исторических документов из истории. И, как показала жизнь, эта история, она неоднократно переписана, она неоднократно издомлена. И поэтому в теории принято это называть историческими мифами. Ну, что такое миф? Миф – это то же самое, что разница между абстракцией и иллюзией. То есть что-то есть, что-то было. Но вот каким она была реальна и какими она преподносит, это очень зависит от многих факторов. Когда я писала слова «мучебный курс», тогда еще не было перед глазами примера длинничной Украины. Как можно забывать историю? Мы стали просто чиниться. Метерных событий мы все равно наблюдаем. И поэтому актуальность проблемы, доказательства то, что история – это миф исторический, который перекручен перерогом, уже не столь значим. Но тем не менее, все-таки разобраться с тем, что реально случилось, мы попробуем. Нужно еще понимать, что фрагменты реального случившего своего прошлого – это постановочный материал для того, чтобы понимать проблемы историков, проблемы людей, которые профессионально занимаются битинами. А одна из их проблем – это полное отсутствие понимания о метрологии. Ну а что такое метрология? Метрология – это как раз то, что нас привлечает к верить тому, что реально существует. Метрология отвечает за измерения. Историки часто и густо говорят, что якобы у них специфическая опрасть, теоретское знание, оно такими измерениями не подается. Это неправда. Ну а сейчас начнем заниматься теми фактами, которые реально существуют. Они есть в материале, связанном с учебным процессом, как в школах, так и в институтах, но они рассматриваются совершенно с другой точки зрения. Ну и первый для нас интересный момент, с которым мы будем разобраться. Что такое планета Земля? Правильно? То есть то, где мы с вами живем. Насколько верно нам рассказывают об этом объекту, когда он возник, как формировался, как развивается действия у него алгоритмика внутренняя, будут ли изменения, поскольку официальная история приговорит нам нашу планету как нечто постоянное и неизменное. На самом деле, в те условия, в которых мы живем, это всего лишь один небольшой период в истории планеты Земля. Планета Земля на своем историческом процессе выглядела по разуму. Можно провести аналоги, как мы рассматривали жизнь человека. Помните, там были четыре этапа в жизни. Детство, юность, взрослая жизнь и старость. Планета Земля, она тоже процесс. И, соответственно, она изменяется. Она такой не была. Чтобы это подтвердить, мы сейчас обратимся к фактам, которые лежат на поверхности. Их часто показывают в классах на уроках, как на биологии, так и более-менее по 30 лет. И есть две точки зрения на историю создания Земли. Есть точка зрения наручная, которая настоящий момент был в обществе для педагогов. Есть точка зрения на этот процесс религиозный. Давайте в слайд. Ну вот, смотрите. Абсолютно все религиозные культы, они говорят о том, что Землю создал творец и содержитель. И времени это заняло у него совсем немного. Мы начнем с наиболее распространенных культов. Это иудаизм. Вот. В Тове сообщается, что Бог в течение шести дней создал Землю. И создал ее очень быстро, и при этом совершенно не устал. Библия, она рассказывает об этом процессе существенно подруги и делит на шесть этапов, которые называют днями. То есть, в течение шести дней была создана Земля, и только на четвертом этапе она стала создавать, при создании три его створа, на пять этих животных и на шестой день появился человек со всеми остальными отрибутами. Ну и седьмой день Бог посмотрел на свое создание был удовлетворен работой и устроил для себя отдых. Коран практически подтверждает такую же точку зрения, но, в отличие от Библии, он не расписывает при норме, какой этап, что создавалось. Соответственно, подтверждает, что, да, действительно, то, что между небом и землей было создано за два дня. Речь идет о флоре, пауне и о человеке. Он не расписывает в прямой, как в Библии, день первый было это, день второй было то. Поэтому различные богословы, различных масхабов, они, читая Коран, выделяют аяты, в которых есть информация об этом процессе, и приходят к уровню, что, в общем-то говоря, Земля и вся Вселенная, тут Коран четко говорит, что именно вся Вселенная создавалась за шесть этапов, ну, или за шесть небесных дней. Первые четыре этапа мы как раз ушли на подготовку к того, чтобы создать Солнечную систему и планету Земля. Научная точка зрения по большому счету во многом схожа с религиозной точкой зрения и тоже говорит, что с Алимин-Левит Земля приняла за шесть больших этапов в своей жизни. Эти этапы она показывает. слайдим. Ну, вот здесь формирование планеты Земля из того газообразного облака, который предположительно образовался в результате дешевых взрывов. В результате того, что это газообразное облака стало вращаться вокруг собственной оси, возникли густок. Через некоторые им произошло уплотнение вещества и образовалось тело, предположительно состоящее из металлов, гибридов этих металлов, которое в дальнейшем стало Землей. Поскольку скорость вращения этого небесного тела достаточно высокая, была, то в силу того, что вещество находится в тактическом состоянии, Земля приобрела форму предусматого сфероида только по действиям центра стремительных сил. На каком-то этапе современные геологии утверждают, что в эту сферу было пять ударов небесных тел металлитов, после которых поставили страду Мексиканского залива, Великих озер, и есть еще другие, которые помогли Земле раскололться и запустили процесс ее расширения. Следующий слайд. Ну вот здесь показано строение Земли первоначально. То есть у нее есть горячее очень ведро, твердое материальное ведро, которое долгое время официально много считало состоящее из металла, из железы и никеля. Дальше идут внутренние оболочки горячие, то есть пластические, и так это доходит до в принципе верхнего слоя, до коры. Ну кора, ее литосфера, вот я называю деберги, она похожа на скорую фуг яйца. то есть если представить планеты Земля, то внутри его достаточно пластичная масса, сверху твердая скорлупа. Эта скорлупа естественно вращается, вращается с такой скоростью, кто может сказать, скорлупа. Вокруг чего? Вокруг собственно есть на сутки? На сутки. 24 часа, да, за сутки. Вокруг солнца с какой скоростью? Вокруг солнца. Вокруг солнца. Почему я застрял на это внимание? Потому что это основные циклы, которые характеризуют наши биосферы. сутки и годовой цикл. Все в биосфере подчинено и тюмитно. Сутки чиновного и годового. Следующий сайт. Ну здесь параметры планеты Земля после того, когда случилось очередное столкновение с каким-то губерзным галом и ось вращения была смещена. Она сместилась на 23 градуса. Параметры наклона и параметры вращения они уникальны для данного небесного тела и являются такими же уникальными, как, скажем, отпечатки пальцев наших. То есть этот узор на пальцах он индивидуален для каждой особи. Так вот характеристики вращения Земли наклона ее оси кетерптики вращения вокруг Солнца это ее можно назвать паспортными данными. То есть это то, почему нашу планету можно выделить из массы других планет не только в нашей Солнечной системе, но и других местах. То есть все планеты вокруг Солнца вращаются по наклонной оси у них 23 градуса. Он другой. если брать такие же тела в других Галатах или других системах звездных, там тоже оба надблона эклиптики у планет встречаются, но он никогда не совпадает в нашем то есть 23 с половиной градуса. Плюс помимо того, что Земля вращается вокруг своей оси, есть такое гибелье принцесса. То есть ось вращения чуточку колеблется. И вот угол колебания этих оси принцессы 2 градуса 48 секунд. Еще одна цифра, которая является уникальной для нашей планеты, поминали вверх на 10 сцены. Давайте дальше. Здесь более подробные разобранные характеристики прецессии. Помимо того, что ось смещается от оси вращения теоретической на 2 48 градуса, есть еще биение, мутация в 18 градусах. И вот там попытка показать эту чему создать. То есть при своем вращении наша земля подвержена вот таким изменениям своих характеристик. И они точно также уникальны. Более того, явление прецессии прецессии прецессии, оно очень важно, поскольку это инструмент, с помощью которого можно мерить скорость очень медленно тянущих процессов. И, естественно, это сравнение с тем, которые прецессии прецессии. Следующий слайд. Ось вращения нашей земли, она направлена в звездное небо и имеет звезду, которую все знают под именем полярной земли, которая является для нас путеводной. То есть всегда можно направление перемещения по поверхности земли сверить положение звездного неба. Но самое интересное, что полярная звезда не всегда была полярной, то есть выполняла функцию указателя серии. То есть за счет явления прецессии разные звезды выполняют эту роль. Медленно, потихонечку, циклом в 26 тысяч лет происходит переход от одной звезды в другую землю. Это все можно наблюдать на карте звездного неба. Это нам пригодится в дальнейшем, когда мы будем говорить об истории. Дальше. Ну а вот здесь по большому счету то, как наука описала процесс развития земли. То есть был первый период, когда земля создавалась из базообразного облака в безжизненное тела. Как долго этот шел процесс, ученые стараются не говорить, поскольку нет маркера, по которому нужно оценить. Но вот как только появилась в земле первая фауна и фора, то есть приемцы пьют, его назвали архием. То есть это время на поверхности земли лежит только бактерии. К бактериям через некоторое время добавились беспозвоночные. И это вот те организмы, ископаемые естественно, добытые с помощью науки добыток ленталома, послужили теми ветерными точками, от которых можно было начать отсчет. И после этого заговорили о слабах, об этапах. Ну и вот говорят, что три с половины миллиарда лет назад появилась планета Земля с первыми обетателями в виде беспозвоночных ленталей. И период этот был и условия жизни по качеству. Как я называю словом архием. То есть к этому уже можно добавить мерную характеристику то есть года. Но главное второе самое качество. Следующий период назвали протезой. То есть в этот момент появились водоросли, грибы и первые организмы, которые имели хор, то есть то, что стало в будущем позвоночном. Это действительно все простейшие периоды земли. Возникло это 20,5 миллиарда лет назад. Ну 540 миллионов лет назад земля в очередной раз изменилась по своему качеству и появились папоротикообразные и появились организмы такие, которые сейчас получили название присмотрящихся. После этого был мезозой. Появились белосеменные растения птицы. То есть все микрофлоры продолжало развиваться, продолжали развиваться организмы, усложнялась их структура и появлялись принципиально новые виды организмов. Они были более сложные, более развитые, они лучше могли приспосабливаться к изменению жизненной води земля. Ну и 65 миллионов лет назад началась картиризум коронозой. Появились покрыты сильные растения. Это плоды, которых мы будем кушать персики сливом, абликосовым, драко и так далее. И в основном биосфера стала населена быть организмами, многие из которых живут настоящие люди. И вот с этого момента можно сказать, что условия, которые мы привыкли и которые мы экстраполируем в прошлом они такие, как сейчас. Более-менее похожи. До этого они были принципиально именными. Ну и выделяют время, когда появились уже на Земле люди. По научным оценкам это появилось где-то 120 тысяч лет назад. Популяция человечества начала свой путь в плане Земля или период полученного четвертичного либо атакогена. Следующий сайт. Разницу вы чувствуете в том, насколько научная точка сотворения Земли расчетом четыре с половиной крещиней. В мусульмане таких цифр конкретных, ну в смысле в Коране таких конкретных цифр нет. Но четыре с половиной миллиарда или четыре тысячи. Числа очень различны. Правильно? Вопрос в том, где же истина? Почему в настоящий момент в обществе деминирует точка зрения, что планета Земля существует четыреста миллиарда лет? Правда, в последнее время появилась другая точка зрения о том, что планета Земля существует полтора миллиарда лет, то есть в три раза срок уменьшил. Почему такая точка зрения появилась? мы сейчас с вами попытаемся посмотреть и разобраться. Следующий слайд. Вот те этапы, о которых мы с вами говорили, они были чем-то вызваны. Весь вопрос, чем вызваны были изменения узора, на которой по большому счету и строится гипотеза о том, что менялись биоцинозы, менялись отец на население обитавшее в этих биоцинозах и их окаменелые остатки служат для нас доказательством того, что шло целенаправленное развитие. Каким образом вдруг ученые смогли вот эти ступени люди предположение было очень простое. Представьте себе, существуем, мы с вами живем, живые организмы. Вдруг случается глобальная катастрофа, которая, благодаря большинство живых организмам, резко уничтожает. Соответственно, кто-то из нас бесчеледно исчезнет, а кто-то может подать такие условия, где его остатки, вполне возможно, что каменелые дойдут до следующих поколений в тот же. И вот, рассматривая в биологических слоях скопления организмов, геологи пришли к выводу, что воинно-три меня на планете Земля случились катастрофы. Причины вот этих катастроф попытались разобраться. Ведь что может служить причиной катастрофы? Ну, во-первых, внутренние алгоритмы развития самой планеты Земля. Второе предположение это то, что вращаясь в космическом пространстве, путешествуя по планету Земля, сталкиваются с другими такими же объектами. Ну и, соответственно, крупные метеллиты, которые попадают на планету Земля, могут призвести к этим катастрофам. И здесь вот рассматривается вариант, почему возможна такая катастрофа в виде смещения земной коры. То есть литерская твердая часть под воздействием небесного тела, которое должно ударить скользящим ударом, на жидком литере может проявить толстую оболочку, твердую оболочку. Естественно, это вызовет для живущих организмов ужасающие последствия, поскольку опять же подтверждают ископаемые остатки, как правило, такие катастрофы сопровождаются перемещением на пару тысяч километров. То есть, если мы находились на квадре, то раз, срок упали в среднюю зону. то есть, климат резко меняется, условия жизни резко меняется. Поскольку эта сфера твердая, а тело планеты земля приключено кислород, то, соответственно, эта сфера по весну в воздухе начинает трещать, роматься, то есть, эта скорлупа деформировалась. Это провоцирует вулканическую активность в совсем неприятные моменты выброс в атмосферу, задымление ее, отсутствие солнечного света, изменение температурного режима, и таким образом происходит вот эта глобальная катастрофа, вызвание которой большинство организмов вымирает. Но эти же катастрофы позволяют в слоях этих геологических вычислять ступени, и, соответственно, появились вот те периоды, о которых мы говорили. То есть, до катастрофы было арахея, после катастрофы условия поменялись, появились новые живые организмы до следующей катастрофы, и вот перенулась ступенечка. И вот таким образом построилась эволюционная теория развития планеты Земля. При этом, самое удивительное, что каждый раз эти катастрофы приводили к таким последствиям, что старые формы организма в основном провелись нею, но появлялись более совершенные, и для них катастрофа расчищала жизненное пространство. То есть, почему сейчас сложно возникнуть нового вида? Потому что мест в нем отломите занимания много, мы все плотно заняли и конкурентов не терпим. Поэтому нов появившись испытывают жесткий прессинг. А вот катастрофа произошла, наработанные связи схемы уже не помогают. То есть, мы сравнялись. И вот тут возникает тот этап соревнования, который побеждает лучшие и сильнейшие. Поэтому вот эти катастрофы, если принять точку зрения о том, что творец и содержитель управлял созданием, они не имели смысл. Они помогли расставить твердую вительство для того, чтобы вызвать вулканическую деятельность. В результате вулканической деятельности образовалась другая структура магна. То есть начало разлагаться гибридное ядро, начало образовываться за счет водорода и атмосферного кислорода вода. На Земле появились океаны. Давайте обеспечим. Вот слайд, на котором видно, что было освещение твердой элитосферы. И представляете, вот здесь был полус влесной экватор. И этот экватор раз и резко попал за полярный круг. Представляете, какой-то удар для человека, живущего в тропе, как попасть в условия полярного круга. То есть шанса выжить практически нет. Следующий. механизмов, которые эти катастрофы инициировали, в общем-то говоря, предлагается много. Один из них это столкновение с небес летелой. Я вам рассказал. Второй из них, о котором пройдет речь, это георитм теория происхождения планеты Земля. Она говорит о следующем, что ядро центрально не является металлическим, оно представляет из себя гидрит. Гидрит при изменении условий, то есть когда давление изменяется я в цифру уже не помню, от стальки, он начинает разлагаться. Появившийся свободный водород, естественно, полмарный поднимается наверх. Поскольку к этому моменту деятельность флора в лице в бактерии привела к тому, что образовался в атмосфере кислород, то водород в случае активной ремонтики по соприкосновения с кислородом образовывал воду. И вот в результате таких расколов эта реакция интенсивно пошла. И соответственно треск увеличился объем воды на территории нашей планеты. Это привело к образованию океанов. Процесс образования океанов продолжается и в настоящее время, и мы к нему вернемся. Но о чем я еще хотел вам рассказать? Сколько было этих катастроф существует от разной точки зрения? Если обращаться опять же к реквизионным источникам, то они отмечают в принципе одну. Называют ее всемирный поток. Но всемирный поток ученые уже доказали, случился не в том месте и не в том месте, о котором рассказывают религиозные источники. Более того, всемирный поток это крупное наводнение, которое было между речью, то есть это современная эра Месопотания, на площади порядка 850 тысяч километров и 250 тысяч пошли на. То есть долина Ефрата и Тигра была вся затоплена. Действительно такое событие было. Во время этого события погибла цивилизация древних шумеров, но это не была планетарная катастрофа. Планетарная катастрофа была до этого 12 тысяч лет назад. И во время этой планетарной катастрофы глобальной геофизической погибла предыдущая цивилизация и выжившие и уцелевшие представители той цивилизации попытались первое тем, кто дожил в настоящее время передать свои знания и передать какое-то светочное денег очень важное сообщение. И они предприняли на последних ресурсах, которые мы располагали, целую программу действий. Момент первой значит они для нас обозначили линию прошлого экватора. Она начинается с острова Пасхи и проходит по Паттегизам или пирамидам, по Петрам, это город в Средней Аравии, там Махенджадарам, в Камбодже храмы характерные и вот так вот по этой линии. То есть древние раньше центры цивилизации располагали аги по экватору, другие на некотором расстоянии. И вот они что сделали? Они нам показали, как предыдущая цивилизация размещалась в центре своего развития. То есть крупнейшие города, крупнейшие памятники. Соответственно через Пасху можно провести линии типа старого экватора и эти линии показывают на древние места обитания древних цивилизаций. И вот карта, которая помогает найти центры предыдущих цивилизаций это пустыня Наска. В пустыне Наска есть географы, которые мы очень недавно стали изучать. Смысл какой они несут, гипотез множество. Окончательно разгадать способ каким они были изготовлены никто до сих пор не смог. Место которое выбрано оно уникальное. То есть это пустыня, высокогорная пустыня, образовавшаяся в результате цунами. Цунами которое представляете вот как Дальгер город на высоке там до 4 тысяч вершин есть. Были захлестнуты Тихим океаном. Ну или океаном, который мы сейчас называем Тихим. В результате этого образовались грязевые селевые потоки. Эти потоки с горы естественно отливились вниз и отбранзировались затоем ну что там в таких случаях. И образовались вот такие поверхности где осадочные породы приняли горизонтальную форму и накопились в виде слоя осадочных. Вот на таком одном участке который находится в высоковоле и очень сухой представьте себе они планировали на тысячелетия они представляли алгоритм развития планеты Земля они догадывались о том что здесь климат будет очень сухой соответственно не будет растительности которое все уничтожено и соответственно самое сохранное место и оставили нам свое посвание ну и соответственно в настоящий момент прервы том уровне катографии геогезии которые существуют смогли пройтись по указанным направлениям и вот давайте следующий страйк что можно увидеть что во-первых первая линия экватора которая проходит через центр расположенный на старом экваторе она совпадает с той линии которая описывает это старый экватор по эклиптике и по созвездиям зодиаками один в один повторяет то есть это о чем говорится что предыдущая цивилизация наблюдала за звездным небом она точно так же на звездном небе выделяла 12 зодиакальных созвездий наблюдая эти созвездия они мерили длительные интервалы времени второй момент важный они построили и поленились на плато гизы пирамиды которые представляют из себя часы но часы меряющее время которое течет по сравнению с циклами персеры очень медно благодаря тому что они это сделали мы можем с уверенностью сказать когда случилась глобальная гипотерра она случилась в то время когда солнце сходила из созвездия льва сейчас созвездия какое мы перешли до этого было созвездия льва вот таким образом они показали что используя львы процессии можно отмерять очень длительное интервал время для чего это важно для того чтобы можно было события выстроить хронологическое последовательство в том числе медленно текущее но казалось бы раз они это сделали значит даже в этих редко случающихся событиях есть определенная закономерность то есть вот эти катастрофы которые случаются они не без причин и соответственно можно знать что следующий поезд подойдет к первому вот такое-то время и нам это знание информацию они попытались донести для этого они в первой виде сделали соответствующий канал который указывает на дату когда была катастрофа ну и наверное на дату когда они предполагают будет следующая катастрофа второй момент они показали два типа городов один из них условно называют города цивилизации калинии к ним относят города Маханжедара и то что немало думало в Камбодже в Камбодже два города но картинки с этими городами вот они изображены вы можете посмотреть почему не указали на эти города тоже большой вопрос но город Маханжедара был уничтожен оружием по воздействию похожим на ядер вместе с ним в одно и то же время был уничтожен город Харапа Харапа от Маханжедара стоит на расстоянии 700 километров и цивилизация которая там жила она была высокоразвитая она строилась для города по тем принципам архитектурной комфортности жилья в которые мы подошли только к настоящему моменту вопрос к вам какая существует еще цивилизация которая имеет два города крупных стоящих на расстоянии 700 километров и подвозок Санкт-Петербург и Москва это российская цивилизация имеет такие же аналогичные два города и судьба предыдущих городов таких же была очень так говоря печальной были уничтожены ну наверное оружием похожем на ядер может быть ядер на руках это тоже то чего имеется на самом деле следующий момент представьте себе каким нужно было обладать уровнем понимания развития того что представляет из себя солнечная система планета земля чтобы прочертить вот такие фигуры в результате получился круг де винча знаете такую фигуру круг де винча он говорит о том что человек гармоничный он совершенный это выражается вот в этом знаке ну и соответственно через остров пасхи по его фоне вот он как он сделал можно провести догадаться о том что через беру обращают наше внимание проходят эти важные линии которые несут такую информацию послание было закранировано в геополисе ну и представьте себе возможности после той глобальной сумасшедшей катастрофы которая случилась поверхность обновилась но катастрофа случилась давайте нажмем назад чуточку вот это вот силипинское море оно образовалось в результате падения небесного тела и представьте себе что смещение произошло на две тысячи пятьдесят километров по северному полюсу представляете насколько была ужасная катастрофа на нашу территорию нашей территории нашей родины участвовал Средневитый океан в результате Каспийская моря получила жителей мир это обитатели северного океана и они смогли выжить представьте себе какое расстояние какой силы шла цунами чтобы заплеснуть животное которое смогли выжить в этом потоке до уровня доспийского моря до Байкала Китай почему там находят остатки драконов и различных ископаемых ящер потому что все биологические слои предшествующие этот цунами просто смело оно обнажило песок то есть первичная порода накопельная осадочная то есть все что было накоплено до этого было просто и соответственно одолело очень древние свои Тихий океан там скалистые горы в Северной Америке приходят в Третья Вся эта горная система она имеет высоту от 3000 до 4000 тысяч метров Южная Америка знамятое озеро Тиккер Тиккер правда да Тиккер это часть форы морской морской то есть из Тихого океана на высоте 4000 метров то есть представляете какой был силы цунами что туда забросили питания и там нет до наших рыб нет и живут пирамиды которые были в Центральной Америке на территории Ниничной Мексики занесло осадками которые сейчас в настоящем составляют или нестой только ну наиболее как бы стойки 8-9 метров то есть грязевой поток который прокатился он после себя оставил в суд 8-9 метров со стороны западного побежья на территорию Северной Америки цунами катилась до приема 800 километров и это на этом расстоянии в настоящий момент находят в одном геологическом слое кошелота с тигром то есть земной питатель и кит то есть туда было чем забросить значит вода пошла существенно дальше кит это как правило 30-100 тонн и вот его смогли туда вывезти после таких катаклизмов после таких катаклизмов нужно было найти в себе ресурсы силы заново провести изучение поверхности планеты Земля которая была подумать каким образом в последующем поколения эту информацию передать нашли обратите внимание остров пасхи очень удаленный остров от суши со всех сторон очень своеобразная форма у него три потухших вулкана нашли еще вину в котором два потухших вулкана обратите внимание что они лежат на линии старого экватора и через них таким образом обратили внимание что есть возможность создать из объекта на планете Земля звезду как символ цивилизации человечества дальше нужно было использовать средства ресурсы чтобы оставить какие-то памятные знаки можно было использовать частично то что осталось от грошей цивилизации они это все учили они учили карамиды теоретикан которые имеют ориентацию привязанную на старый северный полис и построили нашли место в Египте карамиды новая с привязкой на современные курицы и в своем послании через все эти центры сделали такие любопытные линии которые при должном развитии картографии диодезии нужно прочитать то есть этим исторический миф который утверждает что мы существуем с нуля с первого быта на нуля и никогда не поднимались до таких высот вознития опровергается то есть первая заключается то есть цивилизации на планете Земля были сколько их было вопрос обсуждания но по крайней мере одна была предположительно название цивилизация Атланта почему эта цивилизация Атланта не смогла подготовиться и в чем причина за что ее уничтожил творец и создать поскольку он для этого использовал небесный актер то есть не алгоритм развития земли которая была катастрофа а именно вмешательство внешнее это доводит на мысль что все-таки творец и вседержитель увидел в чем-то ущербность этой цивилизации она расходилась по его мнению с божьим промыслом и он не нашел ничего лучшего как поменять направленность развития данной цивилизации что в общем-то говоря он и сделал создав ситуацию катастрофы 12 тысяч лет назад в настоящий момент закончив геосъемку современной мы можем уже послание которое пытались нам утверждать предыдущее старающе расшифровать почему историческая наука этого не делает в чем проблема мы попытаемся давайте некоторые леперные точки обозначить и ставим с помощью слайд прежде всего обратите внимание советский союз это была наверное чуть ли не единственная страна которая в своей системе образования давала практически все науки которые позволяли формировать мировоззрение адекватным образом то есть перечные дисциплины которые отличались в школе в том числе астрономии была география которая позволяла составить основной массе населения более-менее адекватное представление о таком важном географии как планета земля нынешние системы образования костровными только возвращаются а географии я еще не слышал что стоял пока вопрос тем тем не менее советская система образования предусматривала базовый уровень 7 классов обучения для тех кто должен будет осваивать высшие профессиональные достижения 10 лет то есть еще 3 года но она помогала сформировать подрастающему поколению представление по уровню способное адекватное о том мире в котором живем современная система образования построена так что это представление не формируется ну и вот здесь попытка тем школьникам и детям с которыми встречаемся на форумах дать представление системы наблюдения для чего нужно смотреть на мир и какие для нас есть инструменты ну вот что такое понятие небесной силы следующий сайт здесь попытка привязать эти наблюдения к практике жизни то есть показано как движется солнце почему нам меняют положение на небес сегодня в чем причина как это можно измерить какие наблюдения следующий слайд здесь вот показано явление прецессии и попытка объяснить физику этого процесса а также для чего это важно чтобы человек понимал что место полярной звезды постоянно меняется это мы имеем такое движение но благодаря тому что этот процесс течет очень медленно то мы можем отслеживать интервалы времени которые сопоставимы с алгоритмикой развития планеты земля то есть тогда глобальная катастрофа которая происходит в результате того что есть развитие планеты непосредственно и это объективный фактор который нельзя устранить мы можем его предвидеть раз мы можем его предвидеть мы можем подумать о тех мерах какие позволят избежать этих ужасных последствий но для того чтобы это сделать нам нужно знать временные интервалы когда это должно случиться чтобы готовиться правильно вот это особенно звездные часы то есть благодаря явлению трецессии мы можем наблюдать восход солнца в каком-нибудь созвелье вот пирамиды гизия в списке указывает на созвелье льва соответственно это было порядка 12 тысяч лет тому назад полный оборот происходит за 26 тысяч лет ну вот если привязываться к тому что известно настоящий момент то после глобальной катастрофы где-то порядка через два созвездия то есть на рубеже Арака и Близнецов почему-то на всех континентах в автономных регионах развития появилось землетелия то есть к этому моменту численность популяции человека возросла и тогда на все континенты пришли как их называли люди которые дали основное растение которое позволяло решить продовольственные проблемы но север Африки и Европы это была пшеница причем обратите внимание что до сих пор дикие аналоги по количеству зерен наверное не стоят там 144 зерна то что человечество выращивает а дикие собирают это до 10 на порядок продуктивно заключается в Азии рис самая продуктивная культура самая калорийная культура и для того климата наверное единственное что можно использовать в этом важном климате но специфика возделывания полей агротехника всему этому нужно было научить первобытного декаря организации культура Америка там вообще песня в моей себе кукуруза это единственное растение которое без человека не может размножаться то есть кукурузный початок если не собрать он не прорастет то есть нужно чтобы будущий бездомный кукуруза посадить рис там может сам по себе прораст припшеница а вот кукуруза нет но о продукционности кукурузы еще говорил Никита Хрущева помню там грозил со всех на граних кукуруза очень тоже продуктивная культура дальше где-то ориентировочно в созвездии Тельца и Орона произошли на планете земля события о которых исторические воробщения рассказывают война в которой город Маканжедара Харатан наверняка погибли другие города потому что есть такой товарищ Кунгуров который стал рассматривать карту поверхности земли он обнаружил следы ядерных бомбардировок при этом следы ядерных бомбардировок они любопытные поскольку большого количества на территории нашей страны больше это мельтобы которые Трифольскую трупуру разбомбивают это Павлов Ждякан то есть там много следов бомбардировок есть сады бомбардировок и лабилит естественно никто официально так сказать научным сообществе эту проблематику обсуждать не хочет все отмахиваются говорят сумасшедшие кунгуров но он действительно эти бомбардировки привязывает к очень близкому времени но если это сопоставить с такими интервалами и с изменениями в культуре развития народа то можно сказать что действительно события описанные вреда они происходили насколько получается эта территория Индии кунгуров добавил территорию нашей страны происходили они где-то в районе 3000 с половиной лет от Рождества престола естественно учитывая то что о метрологии представили цифры это может гулять 1500 лет это нормальная точность для нашего уровня развития исторического мира в следствии этой бомбардировки была уничтожена цивилизация цивилизация которая на своих знаменах носила как когда-то советский союз на силу сетку молот то есть обратите внимание символ производствами орудия то есть в комнате земля когося общеницы сетку молот то есть совершенно мирная направленность символики а символика государств других как правило лев ну еще хрунгит хищник особо хрунгит так вот цивилизация которая уничтожена она своим символом мило мирное животное вова то есть основной тагло это двукругая мирная митля отжимод вот оно эта цивилизация нам своих символ мило это жирн это цивилизация погибла после этого времени после этого времени города и стали строиться так, как строится современный город. То есть для удобства жителей с прямыми улицами, с кварталами, с главными, с магистралами, с канализацией, с водопроводами. Они стали похожи на крепость. То есть с этого момента города стали строиться, как обранительное село-бород, в котором можно укрыться от какой-то опасности. Трипольская культура точно так же. Бород и нервы не защищены. Бород этого. Трипольская культура единственная культура, которую официальная наука изучает и не может обнаружить следов оружия. То есть все культуры имеют какое-то оружие. Остается, его изучают и так далее. Трипольская культура не имеет оружия в принципе, но в то же время имеет систему учетов хозяйственную, но похожую на современную. То есть они производили продукты потребления и учитывая количество бочек заодно, там четко записывалось, шла большая отчетность. То есть будем весьма развитыми. По окончании этого периода началась и нынешняя цивилизация. И началась она с того, что случилось событие, которое Библия описывает как семейный поток. Но это было событие на территории Древнего Шумяра. Что доводит на мысль, что это было наказание. То есть Господь Бог, те, кто уничтожил эту нынешнюю цивилизацию, решили покарать сам. В результате Он организовал наладнение, в котором Древний Шумяр погибли и больше на историческом процессе влияние своего не оказывал. После всего этого, можно сказать, начался вот тот глобальный исторический процесс, миф, о котором мы будем говорить о том. В нем тоже много событий, которые трактуют миф со своих позиций. И они за адекватного человека совершенно неочинены великозатого. И мы это разберем на следующих лекциях. Давайте следующий слайд. Вот до этого. Вот видите, это те числа, о которых я вам рассказывал. То есть вот эти вот пирамиды. Вот здесь вот мир проходит. Они представляют собой фрагмент карты звездного неба. Только звездного неба, которое было 10 тысяч лет до Рождества Христова. При этом в нем, на этом небе, есть еще пояса Йона, любопытное созвездие. Которое точно так же перемещается, как в числовом механизме маленьких. Вверх-вниз, вверх-вниз. И вот этот цикл 12 тысяч лет вниз, 12 тысяч вверх. Соответственно, вот здесь в самой крупной пирамиде есть канал, который смотрит на точку в небе, где бывало не так, 10 тысяч лет тому назад. Это тоже часы. Ну, а здесь есть фигура свинца. Вот она смотрит на созвездие льва. То есть каждый день солнышко встает над нее. Если при этом помнить изображение звездного неба, то можно видеть, что оно создают из уникального созвездия. Вот раньше это был лет, сейчас это надо лет. То есть это прошло такую проблему. если вспомнить историю катастроф то ее можно привязать на этот цикл прицессии и предположение что это наследство сильно для чего для того чтобы мы первым во первых отслеживали эти длинные интервалы времени раз потому что есть алгоритмика развития планеты и она приводит к катаклизмам катаклизмам очень суровым один из них мы с вами разобрали небесное тело заставляет литер-сферу провернуться второй катаклизм он возникает из-за того что по полюсам нашей планеты нарастает ледяная шапка ледяная шапка любая масса на теле вращения вызывает биение через какое-то время масса достигает такого размера что и этот процесс повторялся на и есть процесс внутреннего развития динамики то есть время от времени как северный полюс попадает на какой-то матери он накапливает ледяную шапочку который имеет массу и эта масса передает эстафиту следующему переходу и вот так вот постепенно на теле веки попадают в условия северного и южного полюса естественно к этому событию можно подготовить население и спастись но чтобы организовать такую операцию нужно было что им нужно иметь население планеты объединенное потому что представьте нынешнюю ситуацию если вдруг японцы решат переселиться никуда хоть в Африке хоть к нам естественно население этих стран будет резко возражать правильно поэтому в нынешних условиях скорее всего подготовиться к таким катаклизмам человечество несостоятельно все для того что оно разрознено оно себя не ощущает коллективом то есть они все единоличники и каждый спасается выживает как можно но вот опыт предыдущих цивилизаций говорит о том что это не лучшая логика поведения то есть она не спасает следующий слайд ну вот здесь показаны те точки на которые стоит обратить внимание следующий слайд здесь на этом слайде обращаем ваше внимание на что для того чтобы начать изучать задекальные созвездия на планете земля соответственно нужно выбрать удачную точку для людей естественно такая точка находится на экваторе правило суточное движение поисковой клиптики с экватор позволяет отслеживать звездное небо полосочкой в 7 градусов и вот на этой клиптике на небесной сфере в этих 7 градусах и расположены задекальные созвезды явление прецессии соответственно позволяет их наблюдать скорее всего что два города филы и мэнфис которые были на египте которые расположены на расстоянии 700 км друг от друга когда-то находились на линии экватора и были таким опорным пунктом для наблюдения за звездным небом по этой причине по этой причине когда случилась катастрофа и уцелевшие случайно граждане озаботились своими потомками они подыскивали базу где эти наблюдения организовали ну естественно хорошо проверенное место Египет да сейчас Египет находится не на экваторе но эту поправку по большому счету можно в общем-то говоря учесть в расчетах по этой причине ВД тянило на платье низа и развестили этот комплекс необходимые координаты этот комплекс показывает сделать поправку на ход астрономических часов почему понятно что раньше Египет находился на экваторе потому что он пользуется астрономическими часами шкала которых не соответствует нынешнему бегу времени но если эти часы подвинуть на юг они будут показывать абсолютно равномерное но с точки зрения жизни того периода это существенного влияния не имело но здесь насколько я понимаю в том числе производственные возможности наверное уцелевшие кадры которые смогли шесть миллионов тонн израилев уложить в пирамиду то есть там были ресурсы которые выжили и которые смогли нам это послание передать плюс наверное место выбранное не случайно по причине того что они знают динамику смещения аритосферы и наверное думают что последующей катастрофе это место окажется там где надо то есть с ним ничего не случится чтобы если не успеет человечество дорастить для осознания всего этого то может быть последующий за ними все-таки соображать информацию использовать во благо давайте следующий слайд ну здесь то о чем он рассказывал то есть пирамиды смотрели на старые полисы и оками и соответственно вот этот город вот он показывал в этом направлении ну или современное направлении плюс если эту линию продлить то есть вот так продлить то мы пройдем на другой город который находился в то же время на таком же расстоянии как и театр и целый молодой полисы то есть это симметричные центры развития и радует превышает следующий помните мы говорили что вот эти катастрофы фиксировали смену биосферы и организму который проживает естественно в этих слоях трудно разбираться но можно люди которые занимаются палеонтологии обратили внимание что человеческим организмом характерно три типа черепов есть такой черепа стрекоза такой громадного размера он самый большой по сравнению с современным почти два с лишним раз в объеме вот здесь вот показана голова современного человека то имени сегодня размера есть черепа которые получили название дынеобразных то есть уже уменьшен объем головного мозга но есть черепа современные характерная особенность является что фарона деревнего египта которые хорошо изучены в частности красавица не ферките она имел измененный череп то есть череп вот такого типа есть некоторая разница между черепами второго типа между египетскими и американским но принцип принцип и тут же есть еще очень интересный момент цивилизация мая которая жила на ютокане она наверно имела в качестве жрецов людей современного черепа вот с такими но вот люди с такими черепами представляли собой знания они были захоронены в тот же период хоронили людей с современным черепом есть промежуток интервал 150 лет каждое второе захоронение содержит череп вот с соседами дырок то есть каждого второго жителя того периода из простолюбия зачем-то исследовали на предмет чего он находится на его крови то есть ему вы будете обратить внимание севером вот отверстие в разных частях человека причем некоторые операции были успешно то есть вот видите зарастает то есть люди после этого уже некоторые сразу умирает вот такое поведение о чем может говорить пытаясь взяли кнопку подбить себя то есть к людям кто-то относился как к подупорным клоукам и этот кто-то жил в том же время в том же обществе но разница была в том что он учредит вот такой вот вот они следовали людей как возможно предложить но и следующее предположение почему Господь Бог у меня в форме человека вот в качестве гипотезы есть предложение такое же как и развитие вычисленной техники помните первые компьютеры громадные залы громадные по объемам элементы на которых процесс был объем потом пошла ментализация объемы потребовались все меньше и меньше и меньше и вот мы пришли к тому что такой маленький налог так вот можно предположить что вот здесь вот центр обработки информации находился в этой коробочке более совершенное поколение оно более было миниатюрным поэтому потребовался меньше объем информации в смысле меньше объем чтобы разместить центр обработки информации а вот в этом центре произошло резкое изменение почему резкое изменение потому что в то же время кто-то сделал макет головы человека натуральное вмещено из кварца причем кварца кристалла монокристалла такого сейчас найти не могут то есть известное место рождения кварца не позволяет выбрать монокристалл такого размера чтобы сделать это изделие технология обработки этого изделия очень уникальная ну и самое интересное что у него свет попадающийся снизу выходит через глазницы поэтому когда стоит такой череп внизу свечка глаза его направляют в луч света то есть это говорит о чем о том что нашелся кто-то который смог технологически сделать то чего нынешняя цивилизация сделать как впрочем и ферми то есть 6 миллионов тонн построить с такой точностью современной национализации не составляет и вот эти люди были неприятно удивлены этой конструкцией и что-то не изучали результаты этого изучения мы будем рассматривать вкуса общей природы но главное что была цивилизаторская миссия в отношении к размножимся новым представителям фоносапиас то есть катастрофа на 12 тысяч лет назад цивилизацию таких товарищей ну и что цель направления выжившие представители разделились на две группы одна группа попыталась передать следующим потомкам то что мы рассматривали достижение и обращала наше внимание на то что планета земля имеет собственную внутреннюю агитику развития и она неизменна то есть полюса время времени меняются с каким интервалом гипотезы неизменно но главное что этот процесс объективный рано или поздно длинная шавка заставит скорую сместиться это момент первый момент второй что выход и разложение гидридов гидра идет с нарастания действительно со временем этого развития подтверждает что в настоящий момент объем земного шара медленно оно растет дневные размеры по поверхности последние данные утверждали что 8-10 сантиметров растет увеличение экватора то есть очень медленно процесс этот идет но опять же увеличение геологических остатков это процесс он идет по экспоненту очень медленно потом резко скачка обратно расширяется и такие расширения истории человечества зафиксировали и связывают это с тем что люди распродившись обращаются к Богу говорит Господи посмотри как много у нас стало нам не хватает пастбища где постиг стадар и Господь Бог идет навстречу и размеры резко увеличили следующий слайд а вторая группа сверлила дырки в черепах то есть она заботилась совершенно другими вещами вторая группа проглядела цивилизацию которая на символ своих имела ваван то есть животное то есть символ мирного развития после этого нынешняя цивилизация обвела направление назовем его хищностью то есть у нас символ орел медведь лев то есть все хищники хищники чем отличаются они обладают способностью убивать живые организмы и каждый в этом достиг определенного совершенства но кому какое качество больше нравится тот на знамени выбирает ну и вот здесь та же самая шоколад по 4 с половиной миллиардов лет до современного времени вот здесь процент гибели организма биосферы есть такие пики видите здесь привязка но по состоянию то есть шкала может быть оценена качеством описание параметров комплексом качества может быть привязана на астрономическое время астрономическое время штука очень спорная а вот качество никуда не денешь поскольку они отразились в организмах биосферы и когда катастрофа произошла после этого прошли другие формы уже можно сказать вот это была эпоха одна а это была другая почему были организмы другие потому что условия жизни принципиально дальше ну вот этот слайд показывает как на нашей территории на территории нашей страны отразилась эта глобальная катастрофа то есть вот если до катастрофы у нас было вот такое разнообразие крупных хищников то после катастрофы наша территория осталась только вот эта это связано еще и с тем что мы стали территорией существенно более сильной следующий слайд а вот здесь вот на слайде показана теория расширяющейся земли то есть каким образом появился великий идеал то есть это экспонент теоретическое видите а это вот ступени которые зафиксированы в эпосе то есть когда говорят что 65 лет тому назад погибли динозавры то тогда возникает вопрос где были люди со своими 120 миллионов тысячами а они жили в эпоху динозавров и опять же в той же Америке есть коллекция там динозавров вступают в виде домашнего животного то есть целая библиотека изображений где имеется их управляют динозавров почему как это можно будет придумать а очень просто только наблюдая это жизнь динозавров как мы рисуем коров собак или динозавров поэтому астрономическая привязка это очень вопрос относительный а вот качественная привязка она позволяет оценивать направленность создать ну и соответственно коль в эпосе сохранилось три таких изменения надо полагать что люди жили все это время и соответственно когда находят запечатлены свет динозавра и человека многих человека и от этого отмахиваются это говорит о чем о том что наша наука она своей задачей не то а чтобы население обмануть то есть чтобы скрыть истинный ход еще и инструменты как это делается сейчас становится все более известным второй момент явление основных целей то есть выход на поверхность раскрыли ванны приводит к тому что поверхность земли растет происходит это по разлому такой разлом в Атлантике большой есть и в Тихом океане соответственно океанская кора по возрасту это опять же геология определяет резко отличается от коры суши она отличается порядка в три раза это опять же наводит на высоту что размеры земли менялись ну и вот здесь показана генеритная теория то чего в настоящий момент официальная наука вынуждена начинать обращать обвинения в таблице гиреевом когда он нарисовал был взят первый элемент вот сейчас к этому первому элементу возвращаются и есть такой рыбник который разработан системы химических элементов вот там таблица его отражает самое главное что самый крупный объем элемент это водород все остальные элементы появляются включение в этот объем дополнительные структуры соответственно не мешается это совершенно по-другому отражается на все остальное давайте дальше представим вот здесь вот показаны эти скачкообразные изменения диаметра земли то есть земля сначала не более 3000 километров радиуса потом она увеличила на 500 километров радиус ну и 2000 диаметр увеличил увеличение произошло на 10% то есть экспоненциальный рост наблюдается но скачка потом больше и больше и в конце концов они пришли к своим 6000 размерам радиуса но естественно это вызвало вот эти территории океанские поверхности естественно изменения в биосфере количества организмов побывающих и вообще теория развития резко начинает расходиться специально из-за того что есть понимание того что условия планеты изменения не такие были всегда то есть предположение о том что атмосфера давления было кислород это заблуждение дальше соответственно происхождение нефти солей и всех остальных ископаем вот это первые гидрики то есть то что раньше считалось что все эти каменноугольные бассейны были образованы в результате того что органика попала в условия болота когда нет кислорода соответствующим образом кислялась образовывая уголь на самом деле первые гидрики образовались за счет того что выделяется водород из гидра то есть происходит разложение гидра гидра разлагается на водород и водород поднимает давайте дальше вот таким образом образуют купола выдают поверхностные слои наружу ну а это вот фотография как это выглядит в природе место рождения вот это все приводит к пониманию того что гиакронологическая шпала построенная в современном она должна пересмотреть свои постулаты ну там грубо например постулат что скорость накопления осадков она вот богом данная разница поэтому все осадочные слои которые изучают на всей поверхности выстраивают ленинную цепочку друг за другом скорость накопления осадков удивлялась база для расчета времени что рассчитать вот таким образом получилось четыре с половиной миллиарда лет развития планеты Земля учитывая того что у нас было три раза срок сократили получилось полтора миллиарда лет но это еще не все устанавливаем дальше вот видите от этого попытка показать этот ход развития формирования земли вот это вот накопление свое осадочное но теперь если не было мирового океана если не было мирового океана значит соответственно условия развития свое которое изучается в основу этой эндиохромологической истории придется вычеркнуть либо просто исключить скорость накопления осадков которую считали происхождение нефти происхождение углей солей это все опять же меняет теорию которая может планировать рассказывать о том как земля будет развиваться советский союз то что я застал когда-то развивал как нефтедобывающую политику я попал на тот период когда там был СПА когда ее бросили то есть открыли нефть после Татарии бросили туда ресурсы ставили там нефть и все она кончилась переориентируясь на Сибирь а теперь и в Татарстане нефть и в Татарстане и в Татарстане это о чем говорит что не нужна катастрофа не нужна органика для того чтобы она появилась то есть нефть в этих куполах образуется по другому механизму все что сделали если посмотреть в этих позициях вскрыли купол в гуфтеносном выключили в очень резком режиме большое количество нефти дебет упал ну что кончилось нефть почитаем скважину забросили прошло 20-30 лет случайным образом скважины стали раскупориться троговаться и рано оттуда нефть то есть артиллер опять заполнился и Трубелья сейчас живет с другим генетом но это дает ей базу для того чтобы жить без дела человек но другим генетом а соответственно нас это еще раз приводит к мыслям что система образования игнорируя вот эти факты которые находят те же самые ученые но им не несут систему образования для передачи другим поколениям они зло неверен то есть кто-то целонаправленно из подрастающего поколения хочет сделать людей сложными представлениями они раздали сразу же возникает вопрос а для чего он это делает а причина наверное одна та же что он может таким образом использовать их в своих целях то есть он может маникулировать кнопку не нашли но это не значит что не нашли механизм инструмент каким образом эту манипуляцию осуществлять действительно нам Господь Бог изменил конструкцию человека и мы рассмотрим каким образом чтобы защитить его от замешательства себя но как выяснилось можно человека обмануть и заставить быть корректным подобным людям но примеры такого в нашей жизни бывают вы наверное знаете примеры различных культовых служителей которые целиноправленно себя вкалечат то есть у него свои жизни такие что ему быть без ноги намного более чем полноценный человек то есть он на этом может что-то зарабатывать следующий слайд ну вот здесь история больших ударов помните я говорил что Господь Бог заставил стартовать капостолку то есть расколоть поверхность чтобы облегчить процесс выхода гидридов на изменение размеров земли вот благодаря таким этим ударам поверхность земли была расколота и прошли эти трещины по которым идет настоящий момент расширение поверхности земли но эти удары послужили спусковым механизмом для остаток процесса ну и представьте себе кто мог организовать такую бомбардировку если обратить внимание что на Юкатане известна нам катастрофа с динозаврами вот эти ударчики совсем небольшой по сравнению скажем с ударом вот сюда или вот сюда явно это были представители народа пусковы правильно то есть подумав что организовать такие плавные дороги не под силу представителям или жителям магазина остается согласиться серьезной точки зрения и искать причину почему же Господь Бог решил таким образом действовать не учитывая такого важного фактора нашей жизни быть адекватным невозможно для того чтобы этот дефект нельзя на нашей психике исправить мы будем рассматривать дальнейшие материалы поэтому по фрагментам я считаю что я сказал то что хотел вопросов